Моя лекция будет из двух частей область состояния. Во-первых, я хотел рассказать о том прогрессе в лагерях технологии, которая в последние годы наблюдалась. И во-вторых, я расскажу о той задаче, которой нашей группе занимаемся. Наша группа – это заведующий нашей кафедры Николаевич Нарожный, я, Женя Гейфов и Верния Григорьевича. Потом кто еще? Аспиранты, Хенни Миронов и Пустья Крузов. Я думаю, что над этой задачей в таком коллективе работаем. Значит, доклад будет из двух числей состоятельных, перспективы технологии, и потом тоже. Итак, сказать я хотел про прогресс в области мощных лазеров. Давайте я покажу числа и параметры, которые относятся к этой тематике. Значит, лазерный импульс характеризует, среди прочего, энергии, которая запасена в импульсе. Но те лазеры, о которых я буду говорить, в основном это десятки, сотни джоулей. Хотя сейчас хотят сделать тысячи джоулей. Но кроме того, есть еще альтернативные системы. Не мощный, не столько мощный лазер, а с большой энергией на поселке. Там уже речь идет о методжоулей. Дальше. Второй параметр важный. Длительность импульса. Почему, собственно говоря, это мощный лазер? Кстати, для тех, кто присутствовал на школе, в общем, сейчас сильно будет привлекаться с тем, чем говорил Сергей. Итак, значит, длительность импульса, за счет чего мощность лазера? Мощность – это отношение энергии к длительности. И вот длительность, примерно к лазеру, очень коронкая импульс. То есть речь идет о десятках фемтосекунд. Ну, может быть, можно будет единицы фемтосекунд делать и так далее. Значит, отношение такой энергии к такой длительности – ну, это величина уже в настоящее время порядка пета-ватта. То есть 10-15-й ватт. Это, ну, такой пример, что это намного порядка больше, чем мощность всех расстанцев на Земле. Но только за короткое время. То есть делать так можно потому, что энергия как-то спасается, а потом тратится очень быстро. Ну, а интенсивность, соответственно, нужно еще отнести мощность к площади пучка. Площадь пучка зависит от того, как все сфокусировать. То есть можем делать более толстые пучки, можем более тонкие. Если фокусировать до дифракционного предела, потому что длина малого света порядка микрона, если до таких пределов фокусировать, это будет отвечать интенсивности порядка 10-23-й. 10-22-10-23-й ватт по 1-сантиметре. Ну и еще такой параметр частота повторений. Частота повторений у мощных лазеров очень-очень маленькая. То есть может быть пара выстрелов в сутки. Но для меня мощных может быть и выше. Все эти мощные импульсы только выпущены. Значит, ну вот с точки зрения физики, как бы, здесь такие идут градации. Ну, в данном случае я тебе мощность привожу, характерно, потому что цифры, в общем, понадобятся для второго этапа 2-3-2. Значит, лазерное поле сравнивается по порядку увеличенно с атомным полем. При мощности порядка 10-16 ватт по 1-2-сантиметра. И, соответственно, при больших интенсивностях, соответственно, при больших интенсивностях уже вещество, ну, мишень после выстрела лазера, она становится классной. Дальше. При вот таком вот уровне интенсивности 10-18 ватт на квадратный сантиметр, который был достигнут, например, 20 лет назад, электроны становятся релятивистскими, эти плазмы. То есть плазмы состоят из релятивистских электронов, что очень сильно усложняет задачи. Вот. Дальше. При 10-22-й, 10-23-й ватт на квадратный сантиметр, 10-22-й, примерно то, что мы сейчас имеем, должно стать существенным радиационное трение. То есть электроны, они сильно светят, излучают, и, соответственно, с этим теряют на счету энергию. Вот на них действует сила радиационного трения. Значит, эта сила сравнивается к порядку величины с силой лазеринца, которая есть со стороны. Вот. При примерно тех же, может, чуть больших интенсивностях становятся еще и релятивистскими ионы тоже. То есть вся плазмы состоят из релятивистскими. Ну, а дальше, собственно говоря, должна как-то проявляться квадратная тренировка. Вот этот график, он был влюхован в 2002 году. В 2002 году он, как бы, панарем изображена зависимость интенсивности лазерного кустанова, как время. Правда, он, как немножко грубо, на самом деле, нарисован. Не совсем все правильно, но общая тенденция примерно соответствовала из-за настоящего времени. Шаг кривая загнулась. Вот так. Значит, вы видите, то есть вот характерный, ну, изобретение лазера. Сначала все росло, потом было некое плато. Татильность существенно не давалась увеличить. Но в 80-х годах новая точка появилась на графике, и после этого опять начался экспоненциальный рост, похожий на закон Мура в полупроводниковой электронике, знаете, что мощность компьютеров растет там в два раза каждую полтора года. Ну, есть споры там, на самом деле. Вот. Сейчас происходит некое загибание. Я несколько слов скажу, наверное, на следующем слайде. Причина, конечно, скорее всего, на этом принесе. Потому что технологических проблем особо не видно. Кроме того, большие интенсивности, они еще отвечают, значит, маленьким деятельностям. Потому что мощное излучение можно, ну, излучение можно преобразовывать в высокие гармоники с помощью различных программ. Но интенсивность, то есть спектр гармоник, он всегда падает. Поэтому, чтобы замерку гармоники получить, нужна большая интенсивность. Ну, в общем, если мы будем повышать... И график все же не очень понравился. Если повышать мощность, то можно уходить в сторону очень маленьких, как бы, очень коротких импульсов. В настоящее время сотни атосекунд делают импульсы в некоторых лабораториях. Но, в принципе, речь идет о том, что можно делать и меньше, и при этом, как бы, длительность, она будет... Ну, то есть это очень забавная вещь, потому что можем делать, например, такую вещь, как моментальные снимки, скажем, молитвы, ну, молитвы, какой-то химической реакции. И забавные штуки. Что-то как-то... Ну, по всякой медицине там случится нажим. Значит, вот изображена схема. Вот это принципиально... принципиально новая схема, с помощью которой в 80-х годах и после получились существенные увеличивающие мощности. Ну, в чем здесь дело? Значит, дело... Идея заключается в том, это называется черт-палс-амплификация. Идея заключается в следующем, что сперва... Значит, в чем вообще проблема? Почему большие мощности вызовы сложно получать? Потому что, собственно говоря, есть рабочее тело в лазере, и оно должно как бы... То есть оно имеет предел. Ну, то есть если вы слишком большой метод, у него сокращается, просто разрушится раньше, чем генеритор. Ну, там другие есть проблемы с амплифицировкой и так далее, вот паразитные всякие явления, которые мешают генерации инкурсов. Решение заключалось в следующем, что сначала с помощью неоплифической системы, который называется стретчером. Импульс, видите, короткий. Изначально генерируется такой-то импульс короткий. Его растягивают, и он становится уже... Значит, энергия остается практически той же, но мощности существенно меньше. Вот. Потом такой импульс уже можно усилить, а потом с помощью другой оптической системы сжать компрессор, сжать, и в итоге получается уже усиленный импульс тоже короткий. При этом нагрузка основная только вот на вот этот элемент, на компрессор приходится, а компрессор можно сделать, ну там, эти решетки, можно делать, в принципе, так, чтобы они как-то выдерживают. Вот здесь вот. Было узкое место, и вот эту схему. Вот несколько фотографий установки, по-моему, это то, которое нижнее может быть. Значит, на самом деле, удивительным образом, эти сверхмощные лазеры, они довольно компактные, то есть помещаются, ну, в помещении чуть больше, чем вот это. Пусть стоит стол, и, ну, наверное, он сметирует на эти элементы. И все это довольно компактно выглядит, то есть, несмотря на вот этой экстремальной мощности, которая генерируется, все это, в общем, в комнате. Ну, а в этой таблице вот перечислены такие вот самые установки, которые, собственно говоря, на этом принципе работают. Вот, соответственно, что мы здесь и видим. Ну, вот мощности характерные. Там вот мы один петават, один петават. То есть она вот такая. Значит, энергия. Значит, энергия, ну, вы видите, десятки, сотни. Это не так мало, но это так много. А длительность это вот. Десятки, сотни. Интенсивности не заполнили кое-кде. Почему? Потому что, на самом деле, деятельная вещь, экспериментаторы далеко не всегда вообще, то есть, в большинстве случаев не знают, какая-нибудь отместительная вещь. То есть они не знают, где интерпеданы? Ну, а как туда социалисты еще что-то померят. В последнее время, кстати, я так понимаю, что доделана, да, более-менее теория реализации, и можно хоть что-то, которые пытаться, в смысле, сделать. А так, в принципе, ну, так вот, узнаешь, где-то видишь, непонятно. Вот это вот значение, то есть те, которые электротурой от Мегехова, да, самое большое. Хотя есть большое у меня личное подозрение, что на других установках может помещение. Просто не поделится. Вот снизу я привел пример другой совсем установки, другого типа, это американская установка, которая, во-первых, здесь длительности совсем другие используют, не пентасекуруция, а ключи. А во-вторых, энергия уже мега-жоули. Она, на самом деле, интенсивность тоже можно большую генерировать, просто вы увеличили длительность и энергию. Кроме того, там еще много пучков сводится вместе. Вот, но вообще она для других целей немножко создавалась, то есть она создается для управляемыми термоидами и ситками. Вот, аналогичные установки есть еще во Франции, и вот, как я помню, у нас тоже будет строиться все. То есть, вроде тоже есть большая мощность, но не совсем это... Ну, то есть, естественно, не помню. Уже большая мощность. Только он уже в полноте не помешает. Дорога здания больше, чем наш горный круг. Значит, вот несколько проектов есть, которые бы могли улучшить еще дальше ситуацию. То есть, возможно, до сотни бытовать. Ну, во всяком случае, анонсировалась, повести мышность. Интенсивность, соответственно, поднять тоже, как минимум, на пару порядков. Значит, одна из... Один из проектов — это Extreme Light Infrastructure. Это европейский проект. В принципе... Ну, я говорю, что... То есть, уложения... Они выросли примерно миллиард евро. То есть, это лазер 200 петаватт. Ну, вот примерно в два раза меньше, чем на лучших современных лазеров длительности. Но, к сожалению, вот такие первые деньги на проектирование были получены. А дальше возникли некие сложности. Сейчас это... Проект на три ветви разделился. И каждый из этих ветвей в десять раз хуже то, что должны построить, чем планировать изначально. Причем, только одна из этих ветвей более-менее как функционирует. То есть, действует Павлич, Худчев, Райдов, Райдов. Ну, в принципе, надежда еще остается, то есть, как будет все развиваться. То есть, если ВВП будет падать, то, соответственно, процент... ВВП будет уменьшаться. И проект будет неправильно жестко. И, может быть, по словам, это должно быть. А они все одинаковые лазеры поставят? Ну, примерно равноценные по характеристикам, только в разные цели. Для разных целей. То есть, вот этот... Он... Там планируется... Значит... Сделать лазер. И лазер мы ускорить. И, соответственно, как-то там физико-звуковые энергии. Вот здесь вот больше натосекунды нацелены. То есть, на него вроде высокие геомолики, там... Уже ничего такого. А здесь ядер. Фото и фото ядер. Да. Так. Еще был проект... Чуть я про него, кстати, давно не слышал. Хипер. Или хайпер. Значит... Проект, в принципе, планировался в Англии строиться. Но тоже потом, как международный проект, рассматривался. Значит... Идея была в том, чтобы сделать аналог вот этих вот мифов ЛАМЖИ. То есть, автомобиль для термоэкдермеряется. Но только... Не с помощью вот так, как вот мебель, джоу, системы, а вот с помощью мощных. То есть, они думали так, что вот пусть запустят у них, посмотрим, что там будет. И, соответственно, тогда может быть реализован такой проект. Но, в частности, планировалось, в том числе, там, ну, возможности, которые заплатываются в термоэкдермере, они предполагают тоже возможность научных экспериментов, в том числе, в том числе, в том числе. – А они так же хотели? Чуж технологий, да? – Что? – Они тоже хотели ЦПА технология? – Ну, там есть две, на самом деле, технологии. ЦПА, ЦПА, я не знаю. Ну, да. Вот. Ну и заключение этой части, значит, примерно год назад был конкурс мегапроектов тоже того как проекта. мы в россии значит было в принципе планировалось 6 проектов поддержать 6 проект который предложил но но необходимым условием для поддержания то проект является софинансировано и с этим возникли проблемы что-то построить эту установку, но вкладывать деньги может ушаны и стали, но правительство не будет поэтому вкладывать то есть этот проект сейчас подвешен и стояем, три здесь проекта уже реально одобрены да и пока такой подвешен и стояем, тоже ссор, в общем, открылись что-то нарисовали? надо закрыть на этот акт теперь давайте я перейду к тому, что, собственно говоря, мы занимаемся может, мы начнем немножко из велика я буду часть показывать так вот поле интенсивное поле будет большим, если будут реализовываться установки значит, чего можно ожидать, когда поле большое? ну, с точки зрения именно фундаментальной физики потому что ясно, что здесь речь идет, говорится о плазме которая в очень сильном поле и это очень сложная задача и делать ее можно только с помощью численного моделирования это очень сложная задача и очень многие этим занимаются ну, вот, в принципе, вот, как физика плазмы здесь более-менее все понятно а вот дальше, вот, с точки зрения как бы фундаментальной физики вот, к чему здесь можно прийти, в конце концов ну, с точки зрения классической электродинамики может быть ну, я вижу, третьего курса она присутствует у вас теория поля, да, сейчас идет ну, может, еще не дошли до этого но, все равно это легко довольно понять значит, дело в том, что в классической электродинамике, в принципе, есть некая от этой наука очень хорошая классическая электродинамика но в ней есть, как вот, некие такие ну, для них противоречия на самом деле если речь идет о точечных зарядах то есть, если речь идет о точечных зарядах то есть, противоречия, связанные они с чем с тем, что заряды понятно, что если они действуют на другие заряды здесь ничего такого особенного нет а вот а еще они могут действовать на себя и пока у вас тело не точечное здесь с этим нет проблем а если точечное то, соответственно ну, понятно, что сила обратиться в бесконечие и об этом можно было бы забыть в этом, в принципе, можно было бы забыть если бы не одно но это но заключается в том, что что помимо того, что значит, ну, расходится электромагнитная часть энергии связанная с зарядом ну, то есть электромагнитная часть энергии в результате этого самодельства получающегося в частности он как раз по самой силой радиационной третьей то есть, если вы возьмете это простая задача и не знаю если у вас ну, второй курс или когда вы учились третий курс или когда вы учились соответственно мы не говорили делать ну, то каждый может сделать как-то со всеми плотно если вы возьмете шарик да покурящийся посмотрите а, нет извините и посмотрите какая на него какой он сам на себя оказывает силы ну одни части шариков другие части то вы видите ну, что-то типа следующее сила будет значит, ради шарика сила будет что-то типа такого там минус 2 третьих е е заряджа е в квадрате на r на v с точкой плюс две третьих е в квадрате на c в кубе на r на v с двумя точками на v с двумя точками и если вы это приравняете к произведению массового ускорения то смотрите ну, плюс здесь на самом деле много слагаемых если большая большая а если он точечный то не будет если он точечный то будет если вы теперь вот эти слагаемые перенесете налево то у вас смотри что получается к массе добавляется электромагнитная цель квадрата электромагнитная часть массы то есть энергия деленная на собственно энергия поля деленная на цель в квадрате а в правой части остается вот это такое слагаемое это не есть не что иное как раз как радиационная силу трения и вот вы видите что и то и другое как бы на условиях происходит то есть радиационная силу трения вещь совершенно наблюдаемая ускорителя но она получается точно так же как вот эта если стремится к нулю то у вас ну вот это что-то бесконечное а то что здесь стоит затравочная масса для точечной частицы затравочная масса должна быть минус бесконечности это есть то есть реально классическая электродинамика применима до тех пор пока вот эта шнурка много меньше чем это то есть расстояние много больше чем е в квадрате делить на mc в квадрате только на таких расстояниях она применима и соответственно поля да а если я порядка е в квадрате на mc в квадрате то на таком расстоянии частицы поле будет какое е разделить на квадрат вверх е в квадрате на mc в квадрате m в квадрате c 4 делить на е в квадрате который поле максимальное классическое а при больших полях уже залезаем как бы с меньших расстояний и здесь уже самая значит так было бы все если бы не было квантовой теории так было бы если бы не было квантовой теории квантовой теории квантовой теории квантовой теории оказывается что квантовая теория делает классическую телезинамику уже не применимой еще раньше чем вот этот параметр достигнут то есть на больших расстояниях и при меньших полях что это за расстояние в квантовой теории есть соотношение неопределенности и если частицы даже покоится энергия mz квадрат то это энергия отвечает неопределенность времени порядка h на mc квадрат ну или за это время свет успевает пройти расстояние порядка h на mc это личина называется компонус кредит как она соотносится с тем расстоянием которое в классической теории я наверное так напишу e в квадрате разделю на hc и умножу это это е компонус кредит на а множитель передней e в квадрате на hc безразмерно по отношению к длине называется постоянной только структуры и его значение от единицы на 137 раз то есть классический радиус электронов 137 раз меньше чем конторская длина а конторская длина это 10 до минус 11 сантиметров 137 раз больше расстояния уже перестает работать классическая электродинамика причем наступает эти непроречия ну а что соответственно в квантовой теории происходит ну или давайте сначала еще не скажем я пока расстояние ввел а какое поле значит можно ввести поле можно ввести поле которое которое определим так что оно совершает вот на компонентской длине работу порядка mc в квадрате ц ц вот и мы получим поле м в квадрате ц в квадрате в квадрате ц в квадрате ц в квадрате ц значения. По величине это где-то 10,16 вольт на сантиметр, и мощность это отвечает где-то 10,29 ватт на сантиметр, если это электромагнитное поле, ну электрическое поле, где-то поле там нет, но если есть электрическое, магнитное поле такого варианта, то здесь есть 20,29 ватт. А я напомню, сейчас у нас где-то 10,22 ватт на сантиметр, спрашивается, вот такое поле, ну пока мы не зайдем до такого поля мы еще не будем столкнуть, в какой-то ситуации столкнемся. На самом деле столкнемся, то есть есть, ну дайте я поясню, почему мы можем и раньше столкнуться. Вот рассмотрим, например, частицу, которая движется, ну я для простоты хочу, в магнитном поле, она вращается с частотой E, V разделить на M, C, гамма, правильно? И вы видите, что она движется, раз она погруженность вращается, значит она движется ускоренно. Ну она излучает, естественно, и это излучение называется синхотронным излучением, если кому-то лучше. Допустим, на каких частотах Омега она будет излучать? Значит, чтобы это понять, я не буду это выводить, а просто поясню, как это легко понять. Значит, во-первых, надо заметить следующее, что у вас есть фактически такое явление, как рация света. И, ну, кинематический эффект, вот благодаря нему, вот скажем, если вот в моей системе отсчетов я во все стороны излучаю, так, то если я относительно вас буду очень быстро двигаться, вам будет казаться, что я все излучаю вперед. Очень высокий, он будет. Порядка единицы на грамм. Это простой звезд. То есть она излучает полностью такой. Если она излучает в конус, то вот мы, допустим, вот здесь вот находимся, или, скажите, я лучше так сверху посмотрю. Частица, она в конус излучает. И вот, допустим, я вот здесь вот нахожусь. То с какой части траектории частицы я увижу излучение? Ну, она в мою сторону будет светить только пока она вот эту часть дуги проходит, правильно? Пока излучится. Вот так. А долина раствора конуса порядка единицы на граммы. Здесь тоже единица на граммы. То есть она только маленькую часть периода будет отлучать. А именно период, деленный на граммы. Такую только часть. Этому отвечают частоты гамма, омега, ноль. Но, кроме того, здесь еще, как бы, два эффекта. Ну, то есть еще такой эффект накладывается. Эффект Допплера. То есть, вот в своей системе я, значит, ну, в системе этой частицы, она излучает, грубо говоря, на той же частоте, на какой поглощает. А просто переизлучает. В общем-то полное. Но она быстро движется. И в ее системе расчета, как бы, фотоны имеют в гамма раз большую частоту. А кроме того, она еще к приемнику тоже движется с гамма-фактором. Вот, поэтому здесь еще два множественных гамма возникают. Вот, и в итоге частота температурного излучения оказывается ЕВ на МЦ гамма. Ну, и, в принципе, в квадрате. Ну, и, в принципе, такая частота есть и есть. Но это все классическое. Задача выписываю, как решается. Но в какой-то момент возникает, смотрите, что. Эта частота, ну, может, на аж еще раз. Аж на частоту станет порядка энергной частицы. А мы знаем, что на самом деле в квадрате излучение излучается фотонами. То есть энергия каждого фотона излученного, ну, не каждого, а в среднем, в среднем фотон, станет порядка полной энергии частицы. А то и больше может быть. То есть дань еще больше. То есть дань еще больше может быть. То есть дань в квадрате здесь дань. Такого не может быть, просто закон о сохранении энергии. Потому что магнитное поле, оно не совершенно работает. Поэтому мы видим, что на самом деле вот та теория, которую я как бы быстро перенложил, классическая теория, она будет работать только если у нас выполняется такое условие. А когда они делятся, то надо уже правильно учитывать, а дальше, то есть вот фотон излучается, но его импульс уже порядка энергии частицы. То есть там оно дернется как-то и, ну, почувствуй, что она фотон спустила. И уже надо учитывать планку. То есть давайте я так это перепишу. То есть то, что здесь написано, написано так. Б разделить на ЕС на гамма порядка единицы. Здесь можно попробовать сделать планку теории. Смотрите. Раньше я говорил, что поле должно стать порядком критического, а теперь говорю, что поле умножить на гамма должно стать критическим. Почему так получается? Дело в том, что если частица очень быстро движется, то при этом условии поле в ее системе отсчета станет критическим. Потому что поле здесь перпендикулярно направлению энергии частицы. Если мы переходим в ее систему отсчета, то как устроен закон по вырезанию для поля? Этот поперечный компонент умножится на гамма. И, соответственно, это равенство выполнено в системе упокоя частицы. Чего, в принципе, уже достаточно. Так. Хорошо. Теперь... Значит, вам дует предназначение. Я не предполагаю, что ее проходит на четвертом курсе. Я не предполагаю, что вы все с ней знакомы. Поэтому в нескольких словах попробую там включил и выжить задание. Так, чтобы это два слова не призвали. Значит, картов электродинамики у нас... Это наука о взаимодействии электронов и позитродных и фотонов. И вначале у нас всегда в квантов электродинамике задано в состоянии системы. Что-то есть, сколько-то там электронов, позитронов, фотонов. А дальше они как-то взаимодействуют, могут взаимно превращаться друг в друга. Я не буду вообще так сказать. В квантов электродинамике самое лучшее, что можно вычислить, как и в любой квантовой теории, это вероятность процесса. Вероятность. И вероятность процесса, чтобы сосчитать, нужно сделать следующее. Нужно сперва сосчитать величину, которая называется амплитудой процесса, а потом проинтегрировать ее по всем конечным состояниям. Тогда мы узнаем, скажем, полную вероятность. А может быть, мы наоборот хотим установить все детали, с какими вероятностями, что с частицами произойдет. Ну и в квантовой электродинамике мы планируем в таком состоянии. В квантовой электродинамике есть, ну, мы будем пользоваться системой единиц hc единицам, очень естественно, и есть безразмерная константа, что называется, константы связи, e в квадрате на hc, в постоянном конструкторе, она маленькая. Поэтому по ней разлагают все величины. И, на самом деле, как бы это единственный пока способ просчета в квантовой электродинамике, который известен, на самом деле. Ну, в общей ситуации, скажу об исключении из этого проекта. То есть, в общем случае, мы можем только вот уточнять как бы приближение в следующих порядках этой константы связи. То есть, теория сама точная, но решением мы ее можем получить только, ну, с любой, как-то приобретая точность. Так фактически получается. Получается следующим образом, что для того, чтобы посчитать амплитуду в процессе, нужно изобразить всевозможные диаграммы Феймана, которые отвечают заданным начальным и конечным состояниям. Диаграммы Феймана вот по какому правилу рисуются. Смотрите, граф состоит из линий электронов, позитронов и фотонов. И каждому из них, ну, что-то отвечает. Например, электрону отвечает так называемая электронная волновая функция. Позитрону, вновая функция позитрона, фотон отвечает фактически вектор поляризации. Чем-то можно сказать, что это не просто, что-то зная функция фотона. Ну, и входящие линии, и исходящие, что-то отвечает. Внутренние линии называются линиями, которые описывают виртуальные частицы. Им отвечают, так называемые, пропагаторы, или функция распространения. То есть, существует электронный пропагатор, фотонный пропагатор. И все эти линии, они встречаются в вершинах, которые вот таковы были изменены. Весь фотон может или излучиться, или поглотиться электроном, или позитроном. А если посмотреть под другим углом, то фотон рождает пару электронов и позитронов. Или электроны позитрона инвелируют в фотон. На самом деле, теория для того, чтобы она была явно элективистскими вариантами, она должна все эти процессы одновременно рассматривать. И вот вершине, отличаясь, я напомню, что hc единица, вот эта штука – это корень из альфа-e. То есть, примерно 1 десятка. Маленькие множители. Маленькие множители – это стоят только структуры. То есть, основной вклад носит теограммы с самым меньшим числом вершин. Самым меньшим числом вершин. Вот, в качестве примера, процесс, который называется эффектом Кантона. То есть, здесь фотон рассеивается на электроне. На самом деле, 2 килограммы следовало бы рисовать. И вот написал, как она по правилам фейнума как раз получается. То есть, к конечному электрону отвечает вот здесь вот споряженная волновая функция. По начальному – вот здесь вот начальная. Значит, вот эта вот волновая функция фотона здесь может и вершинам отвечающим, и пропагаторам. То есть, по правилам, он прям составляет диаграмм техники, составляет его некое выражение для амплитуды. На самом деле, вот я говорю, что надо еще сложить со второй диаграммой. Вот. Теперь, значит, ну дальше некая кухня, о которой я, конечно, сегодня говорить не буду. Но в результате вот для ожидаемой величины сечения растения получается некая формула. В данном случае формула глиня гишина, которая прекрасно согласуется экспериментом. Если у нас фотон имеет очень маленькую, имея в виду, то омега штрих будет почти такая же. Вот это все дает двойку, это сокращаете, остается формула, которую проходили на… Может, еще не проходили. Мы скоро пройдем на террасея, на свободный заряд в классической груди. Если представим планку стриминтикную любую, то же самое. То есть, на самом деле, там, где теории перекрываются, классические к вам, просто немножко уточняют. Попробуем стелить. Красиво. Да, крестика можно закрыть и… И вон крестик в правом верхнем углу экрана. Это закроется… Нет, это закроется рисованием. Так, теперь… Теперь еще важная вещь, что… Значит, я там нарисовал, что… предположим, что у нас электрон взаимодействует с каким-то источником, который очень такой массивный, ну, классический источник. И, соответственно, обменивается с ними фотонами. Вот если… Ну, это не трудно доказать, но факт сказать следующее, что если состояние источника в результате испускания отдельного фотона вообще никак не меняется, то тогда такой источник можно вообще его выкинуть и считать, что у нас задано внешнее поле, ну, скажем, я не знаю, ядро тяжелое, да, и электрон. То, что электрон обменивается с ядром фотона, практически состояние ядра, ну, во всяком случае, с точки зрения электрона, да, может, да, с фигмами, может, чуть-чуть… Константы для этого больше будут видеться. Константы для этого больше будут видеться. Константы для этого будет видеться. А вот я как раз не хочу об этом думать даже, что там поменяется, вот, а хочу просто… Вот, фактически оно создает одно и то же поле, и электрон взаимодействует с этим полем просто последовательно. Вот так, если я бы это сажу. Причем, значит, по принципу, он может вообще с ним не взаимодействовать, может один раз взаимодействовать, на самом деле все графики схватывают, все возможные графики, но с начала и конец вот отвечают нашей ситуации, да, в случае, что начали был и то, и в конце. И в итоге мы получим то, что называется вот пропагатором точным по внешнему поле, то есть мы просуммировали бесконечное число графиков. Это нужно делать в том случае, когда у нас… Это нужно делать в том случае, когда… поле не слабое. Вот в каком смысле. Ну, то есть… Вот если у нас вот эта штука такая… у нас всегда входит поле в комбинации P, это минус EA. Правильно? вот если у нас E на M много меньше единицы, M – это характерная величина E. Тогда всегда можно по полю разлагать и оставлять только вот самое первое. А вот если у нас поле сильное в том смысле, что EA на M большее порядка единицы, то тогда каждая вершина вносит одинаковые вклады. То есть нельзя ограничиться только одно. Надо все суммировать. Почему это происходит? Это происходит потому, что хотя взаимодействие с каждым фотоном маленькое, параметр теории возмущения маленький, как вы знаете, но фотонов очень большое количество. И, соответственно, поглощается как бы за раз может много фотонов. И, соответственно, в итоге все эти процессы оказываются важными. Другими словами, E маленькое, а вот A большое. И произведение EA не обязано быть маленьким. Вот если это так, если поле в этом смысле сильное, то надо все учитывать. А если здесь вот вынести за скобку, видите, здесь сюда слева стоит стрелочка одинаковая, если вы вынести за скобку, то мы получим, ну и оставим общую, первое взаимодействие с полем, то дальше в скобках останется все то же самое. То есть мы получаем некое уравнение, да, точно, видите, точный пропагатор выражается сам через себя, некое уравнение. И его, в принципе, можно решить и найти уже тогда точный пропагатор в поле. То есть по взаимодействию с полем решать задачу точно. Но, к сожалению, это можно явным образом сделать только в отдельных случаях. Это поле Кулоновское или там постоянное, поле Пулоновской волны. Но в каких-то более сложных случаях, например, то, что в лазерной реально более фокусированной. Так. Значит, что, к чему приводит вот эта вот ванковая электродинамика, по крайней мере, классическая, что она, собственно говоря, нам изменяет? Здесь есть два, как бы. Первая состоит в том, что что некоторые процессы, которые и так классические электродинамики идут, просто, ну, как-то по-другому происходит, модифицируется. Например, в классической электродинамике электрон может излучать, правильно? Но, как вот я объяснил, если у нас очень быстрый электрон в очень сильном поле, то для того, чтобы правильно описать его излучение, нужно пользоваться уже квантовой электродинамики. Ну, соответственно, поменяется, как-то, вероятность излучения вся эта классическая. Те процессы, которые и так идут в классической электродинамике, модифицируются сильные поля. Кроме того, могут быть и принципиально новые процессы, которых в классической электродинамике вообще нет. Что это, например, за процесс? Ну, скажем, одним из таких процессов является рождение, скажем, пары зваку. Зваку может родиться электрон-пелетронная пара в присутствии сильного поля. Реально, поскольку сильное поле — это, вот как я объяснил, просто взаимодействие с бесконечным числом фотонов, то процесс выглядит так, что фотоны лазерные, фактически, в большом количестве они рождают звакуум пар. Вот такая вот диаграмма. Вот это отличается. При каких полях такое может произойти? При каких полях такое может произойти? Ну, для того, чтобы родить Пауну, нужна энергия. mc в квадрате, правильно? Соответственно, поле должно совершить вот такую вот работу на каком-то расстоянии. Характерное расстояние, на котором рождаются пары всегда, это m на ee. Откуда эта пара изначально берется? Дело в том, что существуют вот эти вот вакуумные футуации. Сколько, может, там у нас там? Еще полчаса, да? Ну, полчаса легко, да. Значит, я, может, не буду так сильно, как Капил, давать сейчас туда подробности, чтобы все успеть. Значит, вот если рассмотреть, все-таки, давайте честно рассмотреть функцию с пропагандой, с электронами, то как будет устроено? Это будет интеграл e-степень e-pr, не пугайтесь, я не скажу, не очень. Сейчас серьезно хочу написать. d3p делить на корень sp в квадрате плюс m в квадрате. Здесь, допустим, ложится равно 1. Значит, это есть международная амплитуда того, что электрон из начала координат переходит вот в точку r в момент времени t. И вот предположим такую ситуацию, что у нас вот время координата, и мы хотим вероятность того, что электрон отсюда вот сюда перейдет в тот же самый момент времени. То есть бесконечная скорость, как бы, это ведь расставление. Возможно такое или нет? Ну, по классической теории невозможно, потому что нельзя превысить скорость света, правильно? В квантовой теории нужно вот сочетать такую амплитуду. Она является следующим образом. То есть она, ну, t равно 0 у меня. Ну, дальше этот интеграл надо бы оценить. Я, может, на этом не буду сейчас подробно останавливаться. Легко оценивать. То есть надо просто взять, проинтегрировать по углам. Ну, и потом, как бы, там возникает интеграл, который с помощью ТФКП хорошо делается. В итоге мы вот на эту особенность садимся. П порядка m. И, оказывается, все пропорционально в общем. Е в степени минус r, значит, разделить вот на контонную структуру. Есть вероятность того, что электрон вот так вот одновременно будет для двух мостов. Как это понятно? Какая-то измерение вообще такое? Проймать это можно? Сейчас я про это как раз и говорю. А, а когда с собой освоится с принципами? Вы пропишите. Вот я про это сейчас и буду говорить. Значит, на самом деле, дело здесь следующее. Это не... Эта вероятность описывает совсем другой процесс. Дело в том, что пропагатор, пропагатор, он сразу описывает одновременно и электрон, и позитрон. То есть те электроны, которые вперед по времени распространяются, а позитроны назад по времени. И то, что мы сосчитали, на самом деле вот что означает. что у нас в какой-то момент, до этого, родилась пара, а дальше электрон оказался здесь, а позитрон здесь. Никакого хорошего принципа причинности не произошло. То есть там не есть, но это все происходит вакууме. То есть это среднее по вакуумам произведение политики. Это среднее по вакуумам произведение политики. То есть все это происходит вакууме. В вакууме, в принципе, таких процессов, ну, как бы, если есть порядка компоновской длины, то, соответственно, ну, как бы, постоянно против того, что происходит. То есть, вот, как бы, он кипит буквально, на больших расстояниях практически невероятно обнаружено. Но, ну, это простое следствие, в общем, даже соотношение неопределенности, можно сказать. Но, на самом деле, мы должны, естественно, померить электронных позитронов для того, чтобы они появились, то есть, ну, что-то с ними сделать. То есть, сам вакуум, он стабильный. Если никакой хвалы не наложено, то там нет никаких реальных частиц, а есть вот эти вакуумные корреляции. Но можно на них подействовать, то есть, скажем, здесь и здесь произвести измерение, но есть вероятность того, что мы измерим здесь полученный электрон, здесь позитрон. Но эти измерения должны какую-то энергию привнести. В нашем случае поле способно родить пару, если на таких расстояниях. Если подставить это сюда, то мы получим вероятность рождения пары с полем. Что-то типа е степени минус, там в квадрате, ц, ну, делить на е, аж, е. То есть, другими словами, е степени минус ес делить на е. Ес 10 в 16. Это сантиметр фактического уровня. Вот. Если поле очень маленькое, циционально с ес, то это эффект не наблюдает. Это классический эпидемент. Аж степени цукнули. Нет этого. А вот если е становится порядка ес, то какие процессы будут наблюдаться? И более того, более того, то, что я сейчас написал, это на самом деле можно показать, что вероятность лишь рождения пары в одном конкретном состоянии, а дальше надо еще умножить на число состояний. То есть, грубо говоря, пара рождается, ну, ее состояние это, грубо говоря, определяется каптонским объемом и каптонским временем. А реально, если это, скажем, не слаберное будет, оно проспирается около с порядка одного микрометра и, соответственно, фемтосекунды продолжается. То есть, надо еще умножить на число состояний, то есть, на объем лазерного фокуса, на длительность импульса лазерного там и поделить на четвертую степень каптоновской длины. Значит, что это за множество, если там получится? Ну, здесь еще на цепь, да, размер, сейчас еще с нам, в условиях. То есть, на куб каптоновской длины и на каптоновское время. Значит, что здесь будет? Здесь будет фактически вот один микрометр разделить на 10 минус 11 сантиметра в четвертой степени, а микрометр 10 минус 14 сантиметра. То есть, будет где-то 10 в седьмой еще в четвертой степени здесь стоит здоровый множитель 10 в 28, если у нас лазит на поле. Вот перед экспоненткой стоит 10 в 28. Поэтому, на самом деле, Е не обязан даже ЕС поменяться. А может быть и меньше, и меньшее лечение равно. Так, чтобы эта экспонента, она всего лишь компенсировала этот множитель, мы уже одну пару видим. Вот если ЕС, то мы видим уже, видите, сколько пар, порядка 10 в 28. А это уже превышает существенную энергию, которая вообще в этом импульсе запасена. То есть, в принципе, не работает. Ну, я вот проверил, как раз к этому же перехожу. Так, может быть еще буквально. Несколько слов про параметры. Ну, собственно, к чему я хочу перейти? Я хочу перейти теперь к такому процессу, когда у нас есть фотон, другой процесс динамики, фотон тоже может родить в поле пара. Вот без поля один фотон не может родить в пара. Это что? Пару фотонов. Если столкнуться фотоном, то два. С энергией больше, по мэру. Они могут, ну, маленькое ощущение фотонного процесса, но могут родить в пара, но кто-то вспомнит они. Но нет никаких сомнений в том, что такой процесс не может. Или, допустим, фотон в поле ядра тяжелого тоже может родить в пара. Ну, это сейчас похоже на нас, что здесь вместо ядра тяжелого стоит варительная поля. То есть, вот этот процесс, он практически происходит как часть каскадов в атмосфере, которые называют очень быстрые частицы. Там возникают всякие пемизоны, которые распадают, сомнепотоны, фотоны, там ядра рождают пары, и все это неотаризм будет. Значит, итак, вот процесс рождения пара фотона. Буквально пару слов я вот еще специально, может быть, вначале не сказал. Я говорю, поле большое. А что значит поле большое? Ведь это же может зависеть от того, в какой мы системе находимся. Я как бы уже показывал, так что, скажем, в собственной системе поле совсем может быть не таким, как лаборатория системы с частицами. Значит, на самом деле вероятности процессов могут зависеть только от, ну, определяются, посуществуют только родивистские варианты и параметры. То есть теми, как, ну, вероятность собственной системы, во всяком случае, это вариант. И поэтому она может определяться только вариантами параметров, теми, которые одинаково во всех системах отшил. И таких параметров, на самом деле, вот если у нас началась только одна частица, допустим, фоток, и есть электромагнитная пуля, то есть данный векторный потенциал и данный, соответственно, сенсорный напряжённый. Значит, таких параметров не так много можно составить. Ну, что можно составить из них, чтобы все ингредиенты поносились и получился вариант? Что? Вот K4, но K на K это новый циальный потон, или там в квадрате, если у нас началась одна частица, то у нас нет больше ничего, поэтому все мы должны проинфицировать, у нас, соответственно, полный вероятность. Вот. Что ещё? Ну, вот есть параметр E корень из минус на минус квадрате на E. Это вот этот параметр A0, который на самом деле отзывши отвечает за то, насколько нужно учитывать все порядки теории возмущения по внешнему полу. Или можно с другой стороны на этот параметр посмотреть. Вот если у вас, скажем, частица поля волны нерелитивистой, то есть M2bD1E на 8 омега Т, то V у вас будет порядка, ну, надо проинтегрировать, EE на М омега синус омега Т. То есть вот у вас амплитуда исцеляться, скорость, любую скорость. Если ещё катеря отнести, то будет в долях скорости света. Но E делить на омега, ну, что мы сделаем? Мы поле проинтегрировали, мы как раз нашли потенциал. Это и есть как раз Ea на mc. То есть для нерелитивистской частицы скорость, скорость света, это и есть как раз вот этот вот параметр рамот. Если вам маленькая, то это просто и скорость. И когда она маленькая, то у вас, собственно говоря, здесь ленивное уравнение, и никаких гармотек не возникает, и отлучение происходит на той же частоте. А если оно становится порядка единицы, то у вас скорость приближается к скорости света, то на самом деле надо уже пользоваться эрелитивистской теорией. То есть здесь надо ставить, делить на корень, 1 минус 2 в квадрате, 2 в квадрате. Уравнение сразу становится нелинейным, в соответствии с анговорами Vcn магнит для поля. Сразу становится сложное нелинейное уравнение. И одним из следствий нелинейности будет то, что излучение будет происходить и на гармониках. Излучение на гармониках — это как раз и есть процессы с поглощением большого числа потенциалов. Вот, грубо говоря, лазерный фотон поглотился, и фотончик отпустился. Это я пока про излучение электрона говорю, я сейчас это решу говорить. Это излучение на той же самой частоте, вы видите. А если у вас два фотона из поля поглотилось, то это уже на удвоенной частоте. Ну и, в общем случае, она будет сеть в процессе чести, будут считаться все гармоники. С другим словом, а нуль тогда — это уже не скорость, а гамма-фактор на скорость, то есть, скорее, гамма-фактор. Это е, е, м, а, м, а, м, а, ц. Таким образом, получается, что параметр а нуль, когда он здоровый, он определяет фактически гамма-фактор частиц, насколько они быстро, ну, уже вытриотивисты, насколько они вытриотивисты. С одной стороны. А с другой стороны, сколько вот вершин с внешним полем, Так вот, есть вот этот параметр, первый. Второй параметр. Что еще можно сделать с этим величином? Ну, давайте сейчас забудем про а. Значит, а с f комбинирует микророжок, потому что здесь, у нас клевророченмориады все эти проблемы. Можно f, f калибровочный вариант, ну, вот это напряженность. Можно f, м, ну, составить, скажем, f, м, ну. Вот такой вот этот вариант. А можно еще составить f, м, ну, ланды, ка. Это есть, чтобы те, кто на втором курсе, на третьем. Это есть 2 на f квадрате минус f квадрате. Личина, которая не меняется микророжайной плотности. А вот можно еще составить epsilon-меню, f-меню, лямбда-кап, ф лямбда-кап, тоже не меняется. Который, на самом деле, пропорционален e на m. Другой вариант, который тоже не меняется микророжайной плотности. То есть вот, что можно использовать, допустим, сделать. А лучше вместо этих величин пользоваться следующим. Вот эти штуки, они инварианты, но всегда можно перейти в такую-то систему отсчета, лишь бы они сами при этом не меняются, как инварианты. Но в остальном можно, в принципе, воспользоваться свободой, перейти в такую систему отсчета, скажем, чтобы они были параллельны e и b. e и b, чтобы были параллельны. Это можно сделать не меняя варианты. Чтобы перпендикулярно сделать, нужно, чтобы этот вариант умолился до точки. Если он 0, тогда можно, то есть я взял так, чтобы они стали перпендикулярны. И можно даже одно мусливали тогда 0 и обратить. А вот если вот это не 0, то никак вы не сделаете перпендикулярно, но можете, зато сделать так, чтобы поля в какой-то системе оказались параллельны. Вот в этой системе поля это уже литивистские варианты. Можно их дальше отнормировать на вот это критическое поле ЕС, тогда вы получите Е в специальной системе на ЕС, и В в специальной системе на ЕС, давайте так назовем Epsilon, и Eta. Вот еще две безразмерные мельчины, которые в варианте, и они только от поля зависят. Они зависят только от поля, причем если у вас, скажем, Е и В, перпендикулярные, равны друг другу, они вообще равны 0. То есть у вас Е равно В, и Е, перпендикулярно В, они вообще равны 0. Если у вас поля много больше, меньше, чем критическая, то эти две величины малы просто надо с этой эпизомариатом, много меньше или нет. А кроме того, можно еще скомбинировать вот это с полем. И получится такая штука. Можно сделать у тебя в меню КНУ, получится 4 лекции, и взять его квадрат. Что это такое? Это правая часть уравнений движения заряда в электромагнитном поле. В квадрате. Помните там? М, Д, ну, скажем, ню, а на тау равняется Е, Фу ню на У ню. Вот правая часть в квадрате все там. То есть квадрат получается и левая часть. А то, что слева стоит в квадрате, это будет собственное ускорение. Такой вариант, который, ну, вы видите, ускорение, но квадрат, что не вверху ускорение. Собственное ускорение. То есть вот эта штука, это и собственное ускорение частицы. Причем, ну, я сейчас для фотона пишу, для фотона мне хорошо. А если бы пришла о начальном электроне, то в его системе покоя это было просто ускорение. То есть фактически поле электрическое. Потому что магнитное поле устраивать системе отсчета, где-то не работает. То есть это есть поле в собственной системе отсчета. Я уже про это еще напоминал раньше. Или, что то же самое, собственно, ускорение. Дальше его можно написать, ну, тоже отнести к критическому полю и к МЦ. Так, то есть ИН квадрат в квадрате. В общем, короче говоря, короче говоря, вот есть 4 инвариантные величины, А0, Хи, Эпсилон и Эта, от которых только и может зависеть вероятность. Ну и на самом деле А0 порядка единицы для оптических частот отвечает маленькой на природности 10 по 17-й квадратный сантиметр, Которая была уже довольно давно достигнута. И сейчас больше гораздо фигурирует интенсивности. Это отвечает тому, что сейчас А0 много больше единицы. Вот только такие важные сообщения. Они уже сейчас такие. А дальше поле только растягивает. То есть мы можем рассмотреть пределную ситуацию, когда А0 стремится к бесконечности. Что это означает? Что означает, что А0 стремится к бесконечности. Вот А0 я здесь в терминах поля написал. То есть это означает, что у нас М на Е много меньше, чем единица на Ом, чем С делить на Ом. А что здесь написано? Здесь вот написано то L, которое я, например, на проявлении ПАР говорил. Это фактически есть характерная величина, которая определяет масштаб плантовых процессов. Ну, характерное расстояние, на котором происходит плантовые процессы. А здесь написана длина волны. То есть если длина волны огромная по сравнению с масштабом, на котором происходит плантовые процессы, то мы вообще можем пренебречь изменениям поля, считать его постоянным. Это предел отличается от того, что мы работаем с постоянным полем. А вот эти два варианта я писал на это. Будем считать, что маленькие, что мы еще не дошли до политического поля. Тогда остается только один вариант, ки, единственный, который, собственно говоря, нам и определит вероятность процесса. Ну, давайте я проскоплю вам. Да, вот. Значит, фактически наше приближение вот чему отвечает. Мы считаем, во-первых, поле постоянным. А во-вторых, что такое, что ε и ε маленькие, а х здоровые. То есть в собственной системе поле уже порядка ЕС, а может и больше. А в лабораторной системе оно маленькое. Почему это вообще отвечает? Это отвечает скрещенному полю. Потому что ε и ε, я напомню, когда в ноль обращаются, когда Е и В, они равны друг другу и перкантикулярны. То есть у нас поле вот такое скрещенное и постоянное. Почему разумно так считают, действительно? Вот это общая такая ситуация. Любое поле для быстрой частицы, практически любое, будет так выглядеть. Вот, например, я нарисовал поле быстродвижущегося заряда. Он на нас движется в огромной скорости. Допустим, что наоборот, он стоит на месте, а мы движемся на него с огромной скоростью. Что мы увидим? То же самое. Значит, что мы увидим? Оно как блин, так сплющено. Есть и электрическое, и магнитное поле. Они примерно равны друг другу. И видите, практически все будет перпендикулярно, действительно. То есть практически любое поле, если мы очень быстро на него движемся, выглядит как скрещенное поле. Заключение может быть единственным случаем. Вы видите, что здесь нарушается, через этот проход, и все не так. Ну, есть отдельные ситуации, когда это не так. Понятно, когда они происходят. Но в большинстве ситуаций именно все так. Это я уже рассказал. Это начали на параметрах, которые у нас есть. Ну, и теперь, возвращаясь к процессу, я все-таки не буду очень подробно про все это рассказывать. В принципе, я хотел пояснить, почему так получается на параметрах, но, пожалуй, не буду этого делать. Лишь скажу, что процессы в скрещенном поле можно сосчитать. Вот, скажем, вот этот процесс излучения фотома в поле. И важно следующее, что если хи действительно становится большим, то формула очень простой образуется. Ну, я говорю, что любой раз как-нибудь, если вы хотите, расскажу так. Как эти штуки можно излучения даже получать, хотя здесь написан результат точного расчета. Ну, значит, на что я обращу ваше внимание. То есть, во-первых, стоит Е в квадрате, потому что, видите, одна вершина, Е отвечает Е. В квадрате, квадрат амплитуды, возникнет постоянная тонкая структура. Это там же первый порядок с уликами мужчин. Значит, это вероятность единицы времени. Поэтому размерность на него, смотрите, какая. Здесь стоит отношение энергии, масса энергии покоя, энергии частицы. И еще стоит обратное контонное время. То есть, действительно, размерность обратного времени. Это вероятность единицу времени. Почему снизу стоит энергия? Почему... У тебя будет, вот здесь, можно сказать, массу убрать. Почему стоит энергия? Потому что все зависит от того, в какой вы системе расчета находитесь. Вот, скажем, умеона, время распада, там, микросекунды, да, какие-то. И двигаясь со скоростью света, он мог пройти там сотни метров только. Однако на Земле можно регистрировать в меломных способах. Почему? Потому что, когда он быстро двигается, у него время замедляется. Правильно? И пока он там распадется, на самом деле в гамма-раз больше пройдет временной лабораторной системы. То же самое и здесь. Если частицы очень быстрые, то в гамма-раз, ну, то есть в гамма, а не на технические стоят, и в вероятности распада уменьшается. Вот. И вот динамический множитель, если хи в степени две трети, я не буду тогда рассказывать сегодня. Почему так получается? Но при больших хи результат вот такой удивительный. Теперь вот тот процесс, который я все хотел обсудить. Рождение пары фотонов. Тоже, если фотон очень жесткий, капа у него здоровая, то тоже получается примерно похожая картина. Видите? Ну, численный коэффициент чуть-чуть другой, его понять, конечно, невозможно. Все остальное, все примерно такое же, и опять капа в степени две трети. Такая универсальность проявляется. Все, по сути, процессы будут все одинаковы. И неудивительно, потому что, потому что если у частицы ультративисты, его масса, на самом деле, вообще неважна, есть она или нет, в таком смысле фотонам к электронам вообще не сильно отличается. Поэтому люди видят, что это формула 1. Омега – это чистота фотонов. А вот если капа маленькая, и тогда получается такая экспонента, как в случае, когда пары с вакуумом рождаются, только теперь стоит не ЕС к Е, а стоит единица на капа. То есть стоит отношение ЕС к Е в собственной системе отсчетов. Ну, я вам говорю, что если у вас будет желание сегодня уже, не буду вам на этих деталях озоравливаться, но, в принципе, эти формулы всегда у них пополучаются, и нужно не знать совершенно, как по ответу этой динамики, чтобы получить. Значит, эти процессы, вот эти вот, действительно создались в мини-просмарковском эксперименте, который был, вот, в середине 90-х годов, поднимем. А вот картинка, как раз из этого эксперимента, то, что реально делали. Сталкивался лагерный луч. Электроны имели энергию порядка сорока гигаэлектрон-вольт, сорок пятидесяти гигаэлектрон-вольт. Это как раз такая энергия, которая нужна для того, чтобы капу у них было порядка единицы. Ну, и, действительно, процессы наглюдаются, и выход позитронов там. На самом деле, немножко отличие от того, что я рассказываю, имеется, потому что там этот параметр А0 был немного больше единицы, как я сейчас хочу, для современных лазеров разумных взят. А там интенсивности были существенно меньше. Там был огромный энергию электрон, а у лазера было всего 10-18, то есть там А0 было порядка, ну, раз меньше единицы, если хотите. Поэтому там процесс происходил не как в пробежении постоянного поля, то есть в пробежении поглощения бесконечного числа фотонов из лазерного поля, а всего там несколько фотонов реально поглощается. И вот с зависимым вот этим графиком он как раз иллюстрирует, то есть финанс зависимый здесь означает, что у вас А0 в какой-то степени. То есть реально был некий порог, и вот там шестью, я не помню, столько фотонов из лазера, и они, соответственно, фотон жесткий, который возникал при Кантоновском рассеянии лазера на электроне, не жесткий фотонов из лазера. Тоже порядка там 40-50 кг. Значит, вот они расширены. Так, ну и теперь, собственно говоря, я уже практически перешел к тому, что мы будем делать, уже могу довольно быстро рассказать остаток, то, чем мы занимаемся. Значит, чем именно мы занимаемся? Ситуация вот какая. Значит, хорошо, вот допустим, у нас там был какой-то электрон, он, ну, допустим, изучил какой-то жесткий дамок ван, примерно, с той же энергией. Что дальше произойдет? Что произойдет дальше? У него был какой-то хи, хи на самом деле в постоянном поле, это сохраняющаяся величина, то есть в этом процессе она просто поделилась пополам, ну, условно, на две равные части. И стало от них уже меньше. Стало хи пополам, и стало хи пополам. Предположим, что хи было очень больше изделения, то есть хи пополам будет чуть меньше, и уже не очень большой вероятности, да, работали на спал. Ну, что дальше будет происходить с электроном? Вот, если бы поле всюду было реально постоянное, то хи сохраняется. хи сохраняется. Это, ну, например, вот, чтобы следить, что хи в квадрате это есть минус, там, f-menu, ну, p-menu в квадрате. Допустим, берем производную по собственному времени. Получится, если поле постоянное, его не надо дифференцировать, получится следующее. будет f-menu, p-menu умножить на f-menu лямбда какое-то, p-лябда с точкой. А p-лябда с точкой, то есть db, dta, в сравнении движения заряда будет f-лябда капа на p-капа. Правильно? И видно следующее, что у вас, видите, как происходит, у вас f-три раза, вот, друг на друга умножается, f-три-раза на себя умножается, в два раза на себя умножается, получается ее куб, тоже антисимметрично вматывается, а дальше сворачивается, с произведением, p-menu лямбда капа, то есть симметрично. То есть это просто 0. Хи константы в постоянном поле, поэтому, собственно говоря, это удобная вещь для расчета константов процессов, потому что в начале и конечном состоянии с помощью педалов движения. А вот если у нас, ну, на самом деле, на больших расстояниях появляется то, что поле уже непостоянное, ну, здесь, в таких масштабах, порядок, там, m на е, поле постоянное, а вот здесь вот уже расстояние порядка не стоит. и здесь поле уже непостоянное. Что дальше скатывается? Хи будет делать, хи, вообще говоря, будет, конечно, уже меняться. И вот мы обратили внимание на то, например, что если хи маленькое, то оно, скорее всего, будет расти, расти достаточно быстро за счет неодородных степиологов. Как это вы видите? Достаточно рассмотреть простую модель, потому что в более общей ситуации все примерно таким образом, по той же причине происходит. Посмотрим вращающееся электрическое поле. Пусть магнитного поля нет. Электрическое поле не меняется по модулю, но вращается с частотой омега. Вращается с частотой омега. Пусть это вообще все плоскости. Тогда db по dt, плоская задача, будет равно e, ну, поле равно, само поле равно, e0 космус омега t, e0 синус омега t. Правильно? Или рассмотрим времена все еще маленькие по сравнению. Ну, не длиной здесь волны, а с обратной частотой, да? Вращение. Но это аналог длины волны в случае лагерного поля. Перевыск. Тогда вот это примерно единица, а здесь можно синус убрать. Вот примерно так оно как-то меняется. Все? Значит, db по dt это есть e на e. То есть есть e, e0 и e, e0 омега t. И вот теперь смотрите, что происходит. Если проинтегрировать, найти импульс с начальным условием, что он в начале 0. То есть у нас в начале частицы мер. То, смотрите, что даст интеграл. У нас e, e0, так? И e, e0, омега, t в квадрате пополам. Здесь двойка знаменательства. Здесь t. Вот в этой двойке все дело. Но она возникла из-за неоднородности волны. Не всегда вот такой ситуации будет возникать. Если у вас есть неоднородность, то всегда у вас происходит фактически следующее. Правда, я здесь вынесу за скобку общая, где e0, t. В скобке остается и делится омега t пополам. А в поле e0 1 омега t. То есть если это рисовать на рисунке, вот такое вот e0 оно на омега t повернулось. А на сколько повернется у нас p? Это тоже самое время. На омега t пополам. Значит, между полем и импульсом будет угол омега t пополам. И он будет расти в течение времени. То есть в конце концов у нас частица поворачивается как перпендикулярно к полю. А хи это что такое? Это есть е е перпендикулярное на ес и умножить на гамма-фактор. Вот гамма-фактор у нас растет. Гамма это есть е ет делить на м, правильно? Я считаю, что у меня время уже такое большое, с другой стороны, что уже набирает терроративистская скорость. Вот есть такое неравенство у меня. Поэтому я сюда могу рассматривать те промежуточки. Такие, что с одной стороны уже частицы вытерративистской, а с другой стороны еще не очень сильно поле успело повернуться и практически еще не почувствовали его. так вот е перпендикулярное это есть е на е0 на угол омега-тре пополам ес а гамма-фактор это есть е е0 т на м растет квадратично но самое интересное даже не это а самое интересное то ну допустим в начале было 0 ну вернее высека конечно не 0 в начале оно было просто не 0 на ес я это параллельский параллельный в органике когда считал, что это на шаре ну когда вообще вот этот фон приходит такая только для очень быстрого вращения но это не важно значит вот так вот она меняется, грубо говоря, в начале когда она станет порядка единицы потому что я напомню, что что нам нужны частицы с хи порядка единиц иначе у нас вероятность вот такого процесса есть потенциально по данным чтобы фотон мог скажем ну и чтобы мог излучиться фотон который сможет родить пару нужно чтобы хи стало порядка единиц вот давайте приравняем это к единице ну, найдем Т вот приравняем к единицам ну, найдем Т и замечательно вот что что это время это время оно оказывается существенно меньшим, чем ну, характерное время ну, здесь такая аналогия используется что лазерное поле можно сфокусировать в лучшем случае до дифракционного предела то есть самая маленькая длитель это обратная частота поля вот нельзя это сделать короче а с другой стороны время ускорения здесь ну я конечно же хочу это показать как в этом увидеть да всякие hc опустим что здесь стоит стоит единица на αm mu это ну, пусть пока останется она у меня порядка единиц корень и взаимокромер теперь я если это отнесу от единицы на омега то будет корень из омега делить на α в квадрате я занесу сюда m и еще делить на m сейчас придется как что-то думать значит, вот какое отношение получается омега это один электрон вольт это в моей аналогии это стоплазменный поток а куда к α квадрате на m если хотите что это ритмер правильно то есть где-то 10 лет то есть это отношение где-то одна десятая корень это одна треть значит если мюн достаточно большое а мюн здесь получается как раз отношение поле к вот такому вот значению он отличает датильность 825 в каждом сантиметре если мюн больше чем это критическое значение то получается что много меньше единиц ну одно то есть другим словами на той картинке очень быстро происходит ускорение до хи порядка единиц а вот все большое пятно это бокальное пятно и там оглянуться уже не успеешь как раз и в жизни порядка единиц так дальше дальше значит вот я напомню вероятность процесса ну неважно даже какого пусть скажем излучение потока вероятность процесса это есть единица разделить на время за которое процесс происходит по определению вероятности инцеприя значит вот та формула вероятности которую я потом вам объясню если у вас будет если сюда подставить то то как у нас хи растет только а сюда подставить ну вот энергии то мы можем найти время оно отличается от предыдущего то только лишь одним снизу стояло мю а сейчас мю степень одночет если мю большое то вот это время оказывается что больше то есть сначала набирается хи единица и продолжает еще расти и уже после этого только может излучиться жесткий фотон то есть фотоны всегда излучают с большими хи больше ни единицы с одной стороны а с другой стороны вот эта штука тоже я может лучше было не там ну здесь все то же самое только мю степель означает меньше чем единица на амеру итак смотри что происходит вокальное пятно вот летит скажем электрон у него хи набирается пусть он вначале даже вот за какое-то время у него набирается хи равна единице только и продолжает расти после этого он может распасться ну скажем излучить жесткий фотон у которого хи будет чуть поменьше для фотонов тут кстати хотя фотоны не ускоряются в поле но поле-то поворачивается и по отношению к ним тоже поэтому у них хи тоже будет расти хотя ускорения нет и соответственно дальше все то же самое то есть реально смотри что происходит вот здесь хи стало маленьким ну два раза меньше чем было а дальше опять будет расти вот эти части хи и они опять смогут и вот в фокальном объеме пометить таких процессов здоровую кучу и все это если мю то есть отношение е к величине которое в сто тридцать семь раз меньше чем е то есть порядка определен и отвечает интенсивность 10 где-то 25 ватт в квадратный сантиметр это если жесткая фокусировка если фокусировка не жесткая даже даже еще и так возникают вот эти вот каскады и лавины значит они развиваются ну экспоненциально быстро то есть вот время за которое как бы все отсюда вымоется в экспоненте стоит ну время поделить на длину свободного пробега который мы нашли сможем как-то оценить как происходит и ну это каскады обычных космических лучах в чем разница в том что одна частица она порождает конечно же сколько но у них все время падает энергия и в конце концов они уже не смогут порог продолеть и обрывается то есть здесь с энергией со временем только лишь медленно обрывается множество в этих каскадах а в лазерном поле поле спонента все растет я не буду больше деталей такие давать а единственное скажу что этот процесс конечно же моделировался моделировался с помощью двойного кода в котором часть связанная с пантовой электродинамикой с помощью метода монте-карло реализовывалась то есть мы знаем вероятности процессов просто разыгрывали ну с известными вероятностями на каждом временном шаге произойдет какое-то событие не произойдет а если произойдет то как именно произойдет с какими энергиями там звучат потом а кроме того решалась совместно с этим еще задача движения частиц в промежутке в промежутке уже это делалось для реального лазерного поля ну вот показана часть частиц которые реально в этих моделировках фигурируют здесь далеко не все видно что очень все сложно устроить на самом деле надежды что качественно такая простые оценки все объяснять может не очень много но с другой стороны смотрите что получается получается следующее вот скажем хи у у электрона вот в нескольких реализациях может оказаться то есть один раз все разыграли и взяли другую как у начального электрона хи мне не представляете потом второй раз три получили красную зеленую что происходит вначале видите хи увеличивается так прямо по цене это все в вращающемся поле делало поэтому ненавидимо вот потом раз и он что-то излучил но хи резко уменьшил потом он что-то излучает совсем на реке потом хи у него подрастает он наконец раз и жестко излучил и так далее и в итоге вы видите хи какое-то с теми оценками которые которые были проявлены число частиц растет ну вначале случайно такая вещь лестница зависит от реализации потом раз и выходит на экспонент сечение времени то есть действительно представления которые в оценках содержатся они подтверждаются расчетами значит я все-таки скажу что хи у нас просто как мы оценили время мы можем мы можем найти все эти величины энергию можно найти хи правильно и соответственно они вот вокруг них все оценилируют ну как случайно функция но вокруг ну вот скажем что здесь изображено отношение средних которые были получены в расчете вот просто к этим совсем оценилим видно что вообще порядка единиц чем больше мю тем ближе к единице скажем так а теория она верна когда хи большие мю большие так теперь вот здесь среднее по всему ансамблю то есть на самом деле частицы размножаются и у всех берется свое хи они суммируют и делятся на количество частиц что тогда получим тогда получим следующее вначале вот эти вот остерляции которые были видны для отдельных частиц а когда число частиц становится все больше и больше то раз и некое среднее значение становится ну вот которое раз-раз мы видим согласуется очень хорошо с процентом который совсем простой ну как бы совсем простой вот а это показатель степени роста сплошные кривые это результаты моделирования а вот эти это не то что там сложная формула прямо эти оценки были тоже хорошее согласие ну а если у нас эта плазма уже образовалась то что с ней дальше произойдет значит возникнут в ней токи правильно и дальше соответственно благодаря тому что эти будут токи пропорциональны поле возникнет диалетрическая проницаемость вот диалетрическая проницаемость это есть один минус для плазмы один минус добавка которая пропорциональна концентрации плотности плазмы и эта плотность растет экспоненциально растет в какой-то момент ε обратится в ноль и после этого стало бы даже отрицательной ну то есть волны перестанут распространяться от того момента отрицательный ε значит что k становится мнимым то есть волна теперь уже не осциллирует в плазме а спадает переходить вот есть критическая плотность выше нее волна начинает поглощаться просто-напросто и больше интенсивность уже не получится ну и вот расчеты уже с учетом плавных полей когда проделали то действительно дороже примерно такую гардину происходит что у вас сначала растет экспоненциальное число частиц но потом она устанавливается устанавливается на том значении когда здесь написано отношение плотности критичестве когда плотность критической становится здесь становится в порядке единиц А синего то что? синее число частиц от времени а красное отношение плотности к критической плотности когда примерно становится порядка единицы здесь примерно на этом уровне и останавливается экспоненциальный рост Вот энергия, здесь энергия изображена в зависимости от времени, значит, вот это полная энергия, она примерно сохраняется, вращается, вот это лазерная энергия, так, которая в электромагнитном поле содержит, и плазменная, но и лазерная энергия. Вот это красная, это энергия жестких фотонов, а синяя, это энергия электронных пазм. То есть, в целом, все сохраняется, но, видите, перекачивается энергия из лазерного поля, то есть поле падает, а, соответственно, зато растет количество пазм. Здесь это, наверное, где-то вот эта точка встречается. То есть, мы еще сюда не нашли, дальше это все устанавливаем. То есть, существенная часть лазерной энергии, ну, чуть больше, 50%, она чуть меньше потратилась, как раз, на рождение электронной плазмы. Ну, и что все это означает? Это означает следующее. Причем, результаты носят очень общий характер. Значит, логика в двух словах, кстати, такая. Если вы хотите создать мощное поле, то что вы должны сделать? Ну, огромную интенсивность. Вы должны поле сфокусировать, правильно? Если вы фокусируете, то поле у вас достаточно сложно будет устроено, вот это здесь существенно. Для плоской волны, скажем, вот наше соображение работает, но тогда вы не получите никакой фокусировки с плоской волной. То есть вам нужно, чтобы была жесткая фокусировка, чтобы поле было устроено достаточно сложно. Если так, то тогда, если у вас в начале в фокусе есть какая-то частица, то она мгновенно будет порождать вот эту вот таскаду, и, в конце концов, у вас образуется вот эта вот электрон-казентрон-фотонная плазма, а полис пойдет до того уровня, что уже прекратила, ну, фактически до мил-порядка единицы. Значит, откуда эта частица может взяться? Ну, здесь все, конечно, зависит. То есть, если она на мишень посветится, то там могут быть какие-то частицы. А если не на мишень, а просто фокусировать, ну, тогда она может взяться из фонтанного рождения из вакуума, правильно? Причем я пояснил, что это происходит, на самом деле, не при 10-29, а при меньших значениях, при 10-26-27. Ну, и вот в среде этой логики того, что все это подтверждается расчетами, получается такая ситуация, что, в общем, может и нельзя превысить это значение. Ну, какое-то очень сложно сказать, потому что здесь больше оценок, чем пока расчетов, то есть еще много работы. Но есть некое значение, заведомо меньше, чем 10-29-20 квадратных сантиметров, которое, возможно, никак превысить нельзя, даже в вакууме. И, ну, там, я не знаю, плоскую волну вы можете такую сделать, а сфокусировать полис такой интенсивности в принципе может быть невозможно. Вот результат, а то я порой, наверное, был по-любому и достаточно готова. Благожелаю его воспринять, он мне присылается сейчас. Ну, и, в общем, в настоящее время мы, на самом деле, в основном как раз разрабатываем это тело, то есть стараемся как бы уточнить все это представление и по точнее определить максимальное значение. Ну, наверное, я на этом до сюда закончу. Есть какие-то вопросы? А подавить процесс – это только плоские волны? Что? Ну, вот подавить такой процесс, разорождение… Значит, здесь есть два момента, которые существенны для всего этого вывода. То есть вывод очень простой, качественный, здесь все можно проследить, а потом это подтверждается численными расчетами. Значит, что видно из вот этих вот качественных оценок? Видно две вещи. Что существенно? Первое существенно – то, что поле сфокусировано, не плоская волна, и не истинно, скажем, постоянное поле. Вот важно, чтобы хи не было интегралного движения. А в поле общего вида это всегда так будет. Если у вас хи маленькое, оно будет неизбежно расти. И будет расти, скорее всего, именно так, вот так сказать. То есть это первое. То есть поле должно быть, например, фокусировано. Вторая очень важная вещь заключается в том, что здесь всюду существенно, что в поле такой большой может быть по всей форме. То есть 0,5 лев к одному решенному. Вот именно из-за него вся эта иерархия в нем установилась. Что у нас именно с большими хи получаются частицы, и происходит это на масштабах маленьких по сравнению с органовым полем. То есть, другими словами, это верно для оптических полей. А чем вы больше будете делать частоту, тем будет лучше разрушаться эта иерархия. Скажем, если вы будете говорить о каких-нибудь мемных гамма-лазерах, то там вообще ожидать что-то похожее нельзя. Вот если какие-то жесткие там рентгеновские лазеры, то, возможно, их тоже может там гораздо больше эркетизмности достичь, а может и нет, например. А вот для оптических лазеров, похоже, что есть пределы, но все равно, а конкурсивности, которые вообще можно достичь в принципе. А скажем, на статическое поле или на поле плоско-ровные ограничения отсюда придут идти. А статические поля какие самые сильные достижения? Ну, я точно, конечно, не скажу, но ясно, что это где-то мегавольты на метр. А в какой-нибудь астрофизике? В астрофизике электрические поля небольшие не получаются. То есть, есть сумасшедшие люди, которые такими вещами занимаются, но консенсус скорее в том, что не может такого быть. То есть они, ну, нейтрализация происходит очень быстро по астрономическому масштабу. Такое невозможно сделать, перенести заряд так быстро, чтобы ничем это не заходить. А магнитные поля, ну, считается, что могут быть достаточно большие, там, вплоть до критичества и может даже чуть повыше. Но на магнитные поля, магнитные поля не совершают работу, не ускоряют частицы. И, соответственно, непонятно, вот я не знаю, астрофизики на самом деле тоже похожими вещами параллельно занимаются. Но не уверен я, что у них будет примерно все то же самое. Потому что магнитные поля работы не совершают. Не очень понятно, как они будут, впускают частицы и вспомнят энергии. Вот эти вот. То есть, еще раз, вот принципиальная разница. Каскадные, которые я здесь обнаружил, да, и те, которые встречаются во многих других ситуациях, вот скажем, вот через атмосферу, да, происходит очень быстро частица. И порождает каскад. То есть, может, там, на ведре чего-то родить, там, или там, сильные могут быть самодействия сыграть, то есть, пион родиться, еще, еще. Любовь, ты знаешь, что. Или же, допустим, астрофизики. Тоже, там, с поверхности вырываются электроны, там, как-то движутся, вот на натосфере, да, и что-то там могут рождать. Но, в чем проблема? В том, что, может ли, вот между этими актами, ну, как бы распада, размножения, произойти в исполнении, ну, энергии, там, в данном случае, параметахи. Может или не могут? Если не может, тогда этот каскад, он, как бы, имеет, ну, он ограничен, грубо говоря, размерами области, ну, и энергией. То есть, он пропорционален энергии или пропорционален времени. И, соответственно, множественности очень большой ожидать не приходится. Вот того, что у вас какая-то макроскопическая энергия, она отхачена, и была только одна частица, ну, ничего с этой частицей особенно не произойдет. То есть, она, ну, сколько-то родит, ну, 10, ну, 50, но 10-15-й родить не может. А здесь важно то, что энергия все время восполняется, и поэтому каскад идет в экскенциальный режим. А экскенциальный режим здесь, пожалуйста, за небольшое время, пожалуйста, может быть 10-15-й родить. И вот сколько есть, наверное, я вообще в пользу, потому что этим все, наверное, нечем. Что-то тут вопрос. Ну, ну, не знаю, прошу прощения, у меня получилось вообще 2 часа, по-моему, кто еще с вами. Над вами так решение сделалось. Знаешь, первая лекция, да, у него вроде было 2 часа. Ну, тогда все нормально. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ